всем привет с вами виктория канал живу готовлю путешествую вот решила покушать присоединяйтесь будем кушать сегодня у нас оливочки которые мы привезли с турции не стали никуда их перри фасовывать прям коробочки так и лежат картошечку сегодня готовили вот такую картошечку с бекончиком вот просто микроволновки запекли на скорую руку прямо в мундирчиках так немножко добавим горчишки наша любимая немножко осталось вот хренчику прям на картошечку вот так вот чуть-чуть и помидорки крем можно убрать и наши помидорки которая покупала магазине сейчас помидорку добавим достаточно хочу мысли будем разговаривать помидорку заживем а вот я подстрел новостью наш рост туризм сделала наличку каникулы как прошли каникулы с 30 по 7 ноября как прошли каникулы сколько там сейчас точную процессовку не знаю но если брать или 100 процентов на этот процентов наверно 70 поехали в египет народ отдыхать сколько тысяч не могу сказать если надо быть специально для вас хочу что пишите перелопачу новости найду сколько точно количество путевок купленных за этот период в египет на втором месте оказалась турция я знаю что на 4 на пятом венгрии и на последнем месте оказалось местное направление там сколько-то 0 3 или 3 процента желающих поехать типа крым сочи что такое так вот дальше что касаемо этих пасер тестов и ой кора кодов появились мошенники в чем заключается их мошенничество они звонят вам по телефону и предлагают бесплатное пасер тестирование туда интересует до интересует записывать ваш адрес приезжают пока еще не зафиксировали что никого-то ограбили хотя не удивлюсь может еще народ не чухнул что у них деньги пропали сейчас подождем криминальные новости так вот фишка в чем они приезжают вам домой соответствую адресу них есть и вы там анкетирование медь такое проходит вы им сообщаете персональный персональные данные паспортные данные что касаемо всех ваших данных но фишечка не в том что там вот деньги давно сказали что базу составляют они не знаю правда особо доверчивых будет база особо доверчивых то что готовьтесь кому позвонили кто сделает и пасер тест а я что-то еще не знаю реально делать или просто говорят у вас отрицательный а на самом деле ничего не делали скорее всего так оно и есть то есть задача их этих мошенников собрать наши данные что потом естественно используют против ваших она услышала вопиющей ситуации случай хочу туристов наших из россии поехали они на мальдивы даже скажет о зажрались на мальдиву к откуда бабки не суть важная я про то что они оказались заложниками в гостинице куда их поселили получается чтобы заехать на мальдивы мало что ты привиты этого недостаточно ты должен прям там в аэропорту сдать пациент тест ехала муж жена ребенок с мама по-моему не были а и получается что у жены у супруги оказался положительный тест и что и делать это отправлять какую-то там тьму таракань какую-то гостиницу второго там две звезды грубо говоря бунгло там может три звезды не знаю точно и предложили вот за проживание короче 7 700 долларов 7 700 и еще 7 700 долларов я тебе говорю 7 700 и трансфер 650 баксов с них дернули а там ехать я не знаю не сильно далеко и предложили именно за проживание но и они что-то доплачивали есть они еще вместе жили в одном номере они решили жить отдельно то есть жена жила а там бунгало рядышком в мальдивы там тепло позволяет можно жить бунгало не холодно а муж ребенок и их мама они жили отдельно вот их заставили сидеть две недели на карантине они бабки отдали и получается на две недели отсидела сдала тест все тест нормальный отрицательный а эти короче не хотят их отпускать ничего не знаем пусть мы с ними контактировали а у них пациент больше не брали а вдруг у них положительный и заставлять их сидеть дальше в гостинице что-то того что аж местная посольство наше там на мальдивах вмешался в эту ситуацию не знаю чем разрешилось то есть им уже в россии лететь у них отдых уже закончился получается не весь свой отдых просили вот в этой гостинице за за большие бабки и выбраться не могут заставляют еще здесь вот так это кошмар кошмар что творится вот такие вот что хотела вам еще рассказать по бабушке же тоже все эти фр-коды народ со соцсетях лютует никто никуда не ходит сказали короче будем игнорировать не будем ходить торгово центре типа сами загнуться пойдем мелкие магазинчики за продуктами за пивком за хлебушком так что ребятушки вот такие вот новости у нас были пишите комментарии подписывайтесь ставьте лайки ну или дизлайки кому что-то не понравилось все на этом я с вами прощаю буду докушивать все пока пока целую